10 часов и 5 минут в Израиле. Мы продолжаем программу «Тема дня». Сегодня утром стало известно, что в ночь на понедельник в возрасте 76 лет скончался известный советский и российский правозащитник, писатель Владимир Буковский. У нас в эфире Натан Щеранский, в прошлом отказник, диссидент, министр правительства Израиля, глава еврейского агентства, а ныне глава попечительского совета Института подготовки посланников Сахнута в Северной Америке. Господин Щеранский, доброе утро. Доброе утро. Вы знаете, есть такое избитое выражение «ушла эпоха». В данном случае, видимо, нельзя избавиться от этой фразы. Володя Буковский – это просто гигантская фигура в истории советского правозащитного движения. Я бы сказал, что начинается его биография, такая публичная борьба где-то в 65-го года, когда были арестованы Даниэль Исинявский. Даниэль Исинявский – два советских читателя, которые анонимно, под псевдонимами, публиковали свои критические вещи на Западе и, в конце концов, были арестованы. И вот с этого начинается уже открытая деятельность правозащитного движения. И Владимир Буковский – один из тех, кто организовывает первые демонстрации в защиту Даниэль Исинявского на площади Пушкина, который пишет, организовывает материалы с администрацией, его, естественно, арестовывают и сажают в психушку. И после того, как он вышел из психушки, по-моему, в 67-м году, он открыто впервые стал встречаться с иностранными журналистами и рассказывал ему во всех подробностях, что такое преследование инакомысляя через психиатрические больницы. Он был тем, кто, собственно говоря, ввел в международную дискуссию вопросы репрессивной психиатрии в СССР. – Да, во-первых, он ввел этот вопрос в дискуссию. Но он был первый, который начал совершенно открыто, свободно встречаться с западными журналистами. Я хочу сказать, что я выполнял ту же роль сполксмена диссидентского движения на 10 лет позже. На 10 лет позже – это уже совершенно другая эпоха. И, тем не менее, тогда каждая встреча с журналистом – это означало допросы в КГБ, это означало угрозы ареста и так далее. А на 10 лет раньше, когда нет за тобой всемирного еврейского движения, нет за тобой внимания всего мира, ты, по сути, один, одинокий такой Дон Кихот, который встречается с журналистами и знает, что КГБ в любую секунду тебя может арестовать. И вот он был первым таким сполксменом, если можно сказать, диссидентского движения. И он открыл в Западу глаза на очень многие вещи. Неудивительно, что его неоднократно арестовали. Он провел больше 10 лет в тюрьмах и, по-моему, пару лет в психушках. В 1976 году. А, могу сказать, что в 70-е годы, в середине 70-х годов, когда я работал вместе с Андреем Сахаровым и организовал для него встречи журналистами. Андрей Сахаров всегда говорил о судьбе политзатлюченных. На первом месте всегда был Владимир Буковский. И он говорил, делайте все, чтобы освободить Владимира Буковского. В 1976 году он был обменен на генерального секретаря Коммунистической партии Чили Карвалана. Это была совершенно такая уникальная своего рода операция. В то время практики обменов еще не было, да? Ну, вообще, понимаете, то, что вот был переворот в Чили. Лидер Коммунистической партии оказался в тюрьме. При Сталине, естественно, никто бы по этому поводу ничего не делал бы. А тут Твеначек предложил через американцев, вот не захотят ли Советский Союз освободить Карвалана. Это было довольно необычно. И под давлением, собственно, мировой западной общественности, то, что называется, Советский Союз решил, что ему не было бы продолжать лежать Буковского в тюрьме. Уж слишком. Это была коллодиозная фигура. Это человек, который открыл Западу глаза, правду рассказал в Советском Союзе. И писатели, и философы, и интеллектуалы Запада требовали его освобождения. И таким образом произошел этот отмен. Вам лично приходилось сотрудничать, встречаться? Естественно. Естественно, неоднократно. Должен сказать, в последние годы, когда он довольно тяжело болел, у него отказывали ноги. Было единственное место в мире, где лечение ему помогало. Это Мертвое море Израиля. Последние 10-12 лет, раз в 5, наверное, приезжал на Мертвое море. Пару раз мне пришлось оказать небольшую помощь. Блин, с большим удовольствием обсуждали многие вещи. На самом деле, я спрашиваю про то время, про 70-е годы. Нет, нет, смотрите, нет, нет. Когда я был активен, он в это время уже сидел в тюрьме. То есть мне пришлось подписывать на всякие заявления в его защиту. Но в Советском Союзе, я с ним встречался, как говорю, он почти на 10 лет раньше начал свою деятельность. Но хочу сказать, что после того, как он оказался на Западе, он продолжал объяснять Западу природу Советского Союза. И должен сказать, что вот президент Рейган, который объявил Советский Союз империи зла, и визжал его, так сказать, школа всех этих советологов, многому научились именно у Буковского. Даже наш теперь премьер-министр Бибина Танягова, в то время дипломат в Америке, который организовал международные конференции о том, как бороться с террором, привез Буковского в Израиль. Он был один из главных выступающих представителей бывшего Советского Союза, который объяснял, как надо понимать природу Советского Союза, и как надо разговаривать с Советским Союзом без всяких компромиссов и без всяких иллюзий. И последнее большое дело, которое сделал Буковский, я бы сказал, для истории всей нашей борьбы, это в 91-м году, когда Ельцин только пришел к власть, и организовал, если помните, что-то типа процесса над коммунистической партией Советского Союза. Он пригласил Буковского. И Буковский приехал, и он понял, что сейчас у него есть уникальные возможности на этом процессе привезли довольно много архивов коммунистической партии. И он каким-то маленьким сканером, который он привез с Запада, он переснял десятки тысяч страниц документов заседаний Политбюро и прочей информации, которая уже через год-два была опять засекречена. И таким образом он прислал мне десятки страниц выписок заседаний Политбюро, где обсуждалось мое дело. И я знаю, что многим бывшим политзаключенным он прислал документы о заседаниях Политбюро, где обсуждались их дела. И это совершенно бесценно уникальные документы, которые существуют сегодня в открытом виде, только потому, что даже приехав на несколько дней в Россию, он сумел собрать столько ценной информации. Что он думал или говорил о ситуации в России сегодня? То есть он, я сколько я понимаю, вернул себе российское гражданство после того, как СССР распался? Он вернул, а последние годы путинская Россия забрала у него его обратно. Но это как бы в ответ на то, что Запад стал ограничивать контакты с российскими бизнесменами, они стали ограничивать контакты тех, кто критикует Россию. Буковский был очень отрицательного мнения о всем, что происходит в России в последние годы с точки зрения демократии. Он был серьезным критиком всего этого. Но при этом он уже был довольно больной человек, поэтому в последние годы он активного участия в политической деятельности не принимал, но его голос всегда появился невероятным авторитетом, поскольку он был такой кристальной чистоты, без всяких компромиссов, говорил голую правду о сути тоталитарных режимов и попытках выдать за демократию продолжение этих режимов. Вы упомянули, что он открыл глаза Западу на то, что представляет из себя Советский Союз. Возьмите из-за того, что я читал в его книгах, он не пришел к выводу, что Запад действительно понял это. У него была критика и в адрес Запада тоже. Ну, во-первых, я думаю, что у каждого здравосмыслящего и хорошо понимающего суть коммунизма человека должна быть критика ввода того, как много было иллюзий. Песчет коммунизма, когда Советский Союз существовал. И, к сожалению, как много иллюзий о природе коммунизма и марксизма существует сегодня. Сегодня, можно сказать, марксизм в самых своих примитивных формах возвращается и в Европу, и даже в Америку. И Буковский, естественно, чувствовал всегда очень хорошо. Но я говорю, те редкие моменты, когда Запад, наконец, принимал очень ясную, четкую моральную позицию в отношении Советской Системы, и это, прежде всего, при президенте Рейгане, во многом это было бы для усилия таких людей, как Владимир Буковский. Ну что ж, будем помнить его. Натан Щеранский, большое вам спасибо за эти воспоминания, за этот комментарий. Спасибо вам, всего доброго. Будьте рады. Мы беседовали с Натаном Щеранским, в прошлом отказником, диссидентом, потом министром в правительствах Израиля, главой еврейского агентства, а сегодня глава попечительского совета Института подготовки посланников Сахнута в Северной Америке. Я только добавлю, что премьер-министр Бениамин в одном из интервью много лет тому назад, по-моему, в 96-м или 97-м году, назвал Буковского одним из десяти людей, которым он наиболее восхищался в этом мире. Владимир Буковский в возрасте 76 лет, правозащитник, писатель, скончался сегодня в Англии.